Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и сегодня мы поговорим о прошедшей бете Battlefield 2042. Расскажу, какие эмоции она подарила, что понравилось, что нет. Кстати, советую ролик смотреть до конца, поскольку бета получилась неоднозначная и я хотел бы много о чем с вами поговорить о данной бете. Короче, смотрите лучше до конца. Помимо этого, рассудим предзаказывать игру или нет, ну а также расскажу, как игра идет на консолях Xbox Series. Кстати, если вы вдруг все еще не можете найти консоли нового поколения или просто консоли, то рекомендую искать на e-каталог. В нем вы найдете полную информацию о технических характеристиках, актуальные цены, а самое главное ее доступность в тех или иных магазинах. Можете почитать отзывы, чтобы посмотреть мнение простых игроков, ну а также сможете сравнить консоли между собой для того, чтобы точно определиться в выборе. Ну вдруг вам нужна еще и PS4. И да, тут еще динамика цен есть. Если вы вдруг из Казахстана, то не переживайте, e-каталог доступен теперь и там, поэтому если ты ищешь консоли, смартфоны, мониторы и прочую электронную технику, то советую использовать e-каталог. Начнем, пожалуй, с того, что я очень сильно ждал бету от Battlefield 2042. Ибо я очень соскучился под тимплею, я очень скучал по чуть масштабным картам. Да что уж скрывать, я очень скучал по батле, поскольку коридорные и аренные шутеры меня немножко наскучили. К тому же, что касаемо альтернатив в виде Хейла и Колды, то если Колда в этом году точно мимо из-за сеттинга, то Хейла просто не особо мое. В общем, как вы поняли, я очень сильно возлагал надежды на батлу, поскольку скучал по ней. Ну а также, как по мне, там очень симпатичный сеттинг. От самой игры я, по сути, не ждал и не требую чего-то кардинально нового или грандиозного. Я просто ждал игру с игру более-менее нормальным графоном, с офигенным чувством войны, да и чтобы просто в нее можно было приятно играть, взаимодействуя с друзьями. Ибо батла, она всегда была и должна быть такой. Кстати, если вы вдруг будете со мной с чем-то не согласны, то пишите свое мнение в комментариях. К сожалению, после первого запуска беты 2042 у меня было лишь разочарование, ибо какие-то даже базовые ожидания у меня лично просто не сбылись. В бете напрочь отсутствовало чувство войны, чувство стрельбы, чувство попадания. Не сразу было понятна система классов для чего и какой смысл во всем этом. Супер-мега масштабность на новых консолях при 128 игроков показалась нафиг не нужна, ибо карта настолько огромна, что встретить врагов была редкость. Честно, я почти сразу опустил руки, мол все, капец, последняя надежда на шутера, который меня продержит в ближайшие полгода или год, тупо умерла. Но! Так как, по сути, в данный момент новых шутеров нет и идет бетка, я решил, а дай я поиграю все-таки во все дни и может быть я как бы раскушу ее фишку. Ведь, ну не может быть такого, чтобы батла выйдет, ну прям полным бесчувственным говном. В итоге я просто вспомнил, что это все-таки бета и немножко успокоился. Но знаете, первый запуск и самое первое впечатление, оно реально было отвратительным. Поскольку бета реально была очень сырой и была похожа, наверное, больше на альфу. Были артефакты, не регало выстрела, от этого и не было никакого чувства стрельбы. Не регало даже стрельбу с зенитки и в принципе именно по ней я определил, что как бы что-то не так, ибо понять, почему нету чувства стрельбы, было реально сложно. На новых консолях, лично на Xbox Series X, у меня по стабильности было все нормально. Да, были артефакты, баги, лаги, но был стабильный FPS. Что касаемо мыла, то при прицеле, да, иногда жестко все замылилось и думаю, что все-таки это исправится. Мой друг Анвиджил играл на Xbox Series S, у него была почти та же самая ситуация, даже, наверное, чуть похуже. И в каких-то загруженных сценах у него была просадка FPS и даже жесткая. Тоже надеемся, что это как бы исправят. Если что, Виджил тоже высказался по поводу батлы, поэтому может переходить на его канал и посмотреть его мнение по данной игре. Если награждать первым местом за самую худшую бету в 2021 году, то, наверное, Battlefield 2042 с гордостью примет данную награду. Поскольку среди всех шутеров 2021 года, но самая отвратительная бетка реально была у 2042, поскольку она была похожа на альфу, она была, ну, крайне сырой, что реально было отвратительно при первом запуске играть. Вообще, поговорю, что данная бетка, это был какой-то ранний билд, который был в заднице у Мамонта. Я понимаю, что это модно так отмазываться, но я не понимаю, зачем они показали то, что показали. Просто в моем понимании, если у вас была какая-то стабильная версия, да, то почему вы ее не показали? Просто данное мероприятие, например, мне показалось больше антирекламой, нежели рекламой, в которую можно было показать самые лучшие стороны игры. Короче, после принятия этой ситуации, что это все-таки бета, да, это самое главное, что нужно понимать, я успокоился, начал продолжать играть вне стрима, на стриме. Кстати, большое спасибо, что приходите на стриме, пацаны, это прям уважуха Х2 вам, вот прям от души вам спасибо. После маленького негатива, несмотря на все, я понял, что батла 2042 осталась все еще той же батлой. По большей степени какие-то геймплейные фишки были взяты с варзоны. Двойной спринт, кстати, спасибо им за то, что он бесконечный на такой большой карте. И ввели перезарядку во время прицела, это то, что в принципе в батле по сути не было, но было в колде. Единственное разочарование у меня было в том, что они убрали фишку стрельбы из-за укрытия. Кому как, но мне эта фишка очень нравилась в батле, и в той же варзоне она была очень удобная в некоторых ситуациях. Почему убрали, к сожалению, не знаю, но без нее непривычно что ли. Самым новшеством 2042 стал некий апгрейд оружия прямо во время катки. Выглядит стильно, по управлению удобно, да и по игре тоже. Нужен прицел на более дальнюю дистанцию, пик-пик, сделал. Хочешь более большую обойму, тык-тык, тоже держи. Реально прикольно, но за счет всего этого, к сожалению, поменялось управление. И, например, граната теперь у нас на крестовину вверх, что как бы не так удобно. Вообще, лично я считаю, что в батле на геймпадах нужно изменять управление, поскольку самый главный ее косяк заключается в оживлении. Дело в том, что когда вы хотите кого-то поднять и нажимаете на X, вы можете случайным образом тупо брать оружие, которое валяется рядом. У меня так было чуть ли не постоянно, и оживлять кого-либо в замесе, когда уже там твои друзья минусанулись, и у них выпало оружие почти, ну тупо нереал. Ибо чаще всего вместо оживления ты просто берешь чье-то оружие. Кстати, оружие также, мне кажется, нуждается в неком балансе, ибо либо их слишком легко контролить, либо их капец как сложно контролить. Поменялось и видение способностей. Теперь все поделено на оперативников, которые обладают определенными возможностями, там кто-то крюком, кто-то дротиком для хилки, кто-то возможностью мини-оповещением поблизости противников при помощи некого сенсора, ну а кто-то турелью. Если что, оперативники будут пополняться, у них будут уже другие способности. Кстати, вот из-за всего этого теперь вы можете без проблем взять любое оружие и любую дополнительную способность по типу там общие хилки, гранатомет и так далее. Но надеюсь количество комплектов оружия увеличит, ибо их довольно-таки мало, и каждый раз во время катки их перенастраивать, ну такое. Признаться, в целом мне больше, наверное, симпатична была старая идея батлы деления по классам, ибо она была более лайтовая и более простая для понимания. А самое главное, при помощи данных классов создавался простой тимплей, ибо эти простые способности почти всегда давали хилки, патроны, и между игроками взаимодействий было намного больше, потому что все это проходило намного проще. В 20.42 все пытаются играть по сути в соло, и способности это подтверждают, типа ну как ты поможешь другу при помощи крюка. Тут же я немного не понял, для чего это вообще было сделано. Да, оперативники отличаются между собой, но большинство их способностей просто не раскрывает себя на полную катушку. К примеру, крюк. Вау, классно, они вели крюк, но по большей части он не нужен был на той карте, на которую давали. Было лишь пару зданий, на которые можно было при помощи него забраться, и, соответственно, смысл вообще брать этот класс. Турель Бориса, несмотря на то, что она многим не понравилась, я считаю, что она была довольно-таки все-таки неплохой. Хоть она стреляла не особо нормально, но зато оперативников подсвечивала прям знатно так, и давала понимание, кто где находится. Что касаемо хилок, то это самая нормальная способность, как по мне, но тут, к сожалению, страдает интерфейс. Ибо мне лично было непонятно, кого подлечить, а кого нет. Опять же, тут, мне кажется, виной всему коннект и сама сырость беты. Ну а сенсор снайпера особо мне не пригодился, ибо я не кемперил, поскольку в моем случае со снайпой было просто нереально попасть, ибо либо не регало, либо не понимал баллистику, ибо не отображалось, куда летит вообще пуля. Окей, к оперативникам еще можно привыкнуть, может быть, это как-то раскроется, не знаю. Кстати, думаю, что это будет в режиме, который будет похож на Тарков. Знаете, некая концепция Апекса немножко чувствуется. Но что касаемо введения самого боя, то с нормальным коннектом мне лично немного не хватило, наверное, чувства похвалы. Не похлавы, а именно похвалы. Объясняется тем, что ранее в той же батле игра за попадание, за помощь, за пробитие там брони танка, за что-то еще, награждала игроков звуками и очками. Мол, ты подкрасил, держи за помощь 50 очков, ты там снес вертолет, держи вообще 1000 очков. И, в общем, вот это вот дзынь-дзынь-дзынь, и это было реально приятно делать и ощущать. Это, знаете, все работало, наверное, как щелчки для собаки, типа перенес палку, клик-клик, и ты рад. В этот раз они немного изменили интерфейс, звук всего этого, из-за этого чувство результата немножко пропало. Да, все переехало направо, но ты от этого не ощущаешь свою пользу. Сначала, кстати, я не слышал даже каких-то попаданий в тело, в голову, но потом это было ощущаемо, когда был норм-коннект, и отсюда уже появилось какое-то хотя бы чувство результата и кайфа. Типа, вау, я попал в голову, классно, хочу еще. Единственное, что для меня осталось непонятным, так это управление вертолетом. Как по мне, на геймпаде оно реально очень сложное, и я не понимал, как им управлять. Вы видели, наверное, в стримах, я просто падал, разбивался, и ничего нормально сделать не смог. Но в сети я видел ребят, которые просто виртуозно уходили от зениток, просто виртуозно расшибали всех по карте, потому что она открыта, и, короче, нужно учиться. Нужно учиться, потому что в технике реально прикольно играть. Техники мне, кстати, сначала показалось, что будто недостаточно, но потом, взглянув на количество вертолетов в небе, понял, что как бы там все в порядке. Единственное, вызвать личный транспорт и занять технику удавалось не всегда, опять же, из-за сырости беты. Кстати, вот эта вот карта просто, наверное, подарок для тех, кто любит вертолеты, ибо все как на ладони. Карта здесь большая, я бы сказал, капец какая большая, и, на мой взгляд, это большой минус, ибо встретить бой — это редкость. Все тусуются чаще всего на линии, где стоит ракета, и большее количество игроков тусуется именно там, ибо там интереснее, и там тусуются все, и, соответственно, можно хотя бы повоевать. Что касаемо вот этой NextGen масштабности в 128 игроков, то на этой карте она не ощущалась вообще. Да, больше игроков в два раза, но карта тоже больше, и, соответственно, чувство такой же, как и при игре в 64 игрока, и даже меньше. И, соответственно, тут простой вопрос, а какой в этом смысл? Как по мне, было бы круто, если бы карту для 128 игроков сделали бы по размерам такую же, как на 64. Бой был бы намного интенсивнее, интереснее, и не было бы той самой проблемы, из-за которой ты в 2042 полкатки тупо бегаешь с точки на точку. Нет, ну реально, ты где-то одну-две минуты, и даже больше, ты тупо бежишь. И ты просто вздыхаешь потом от чела, который был сзади или вдалеке. Для понимания, карта по размеру, наверное, что-то по типу варзоны, но самая проблема в том, что она, по большей части, пустая. И в ней вам приходится бегать из точки в точку, чтобы найти игроков и повоевать. Но, дабы скрасить вашу беготню, на карте есть динамическая погода и возможность появления смерча. И тут я вам отвечаю, за все эти дни я ни разу не видел смерчи. Ни разу. И как мне так вот повезло, я, если честно, не знаю. Но те игроки, которые его встречали, говорят, что он, в принципе, бесполезный. В целом, батла, опять же, осталась той же батлой. Многие, конечно, после бета-теста окрестили ее говном, разочаровали с ней и так далее. Я, в принципе, в начале поступил, наверное, как и многие. Но, несмотря на все, я все-таки дам шанс игре, и сейчас я объясню почему. Первое. Это все-таки бета, а не релизная версия. Да, понимаешь, что она очень похожа должна быть на финал. Но, так или иначе, они должны решить проблемы с артефактами, с управлением, с коннектом и так далее. И это, пожалуй, самое первое, что они должны вообще сделать. Второе. Это то, что мы опробовали всего лишь частичку контента данной игры. Соответственно, когда появится режим, про который почти мы ничего не знаем, ну, по типу Таркова, появится штурм, схватка команд, появится нормальная карта. Короче, когда мы увидим более интенсивные бои, мнение у многих может в крайнем поменяться. Ибо, когда я играл в батлу, и у меня начало получаться играть с нормальным коннектом, я понял, что все-таки есть кайф от этой игры, и, например, классно сбивать вертолет, где находится три чела. Прикольно бросать гранаты, делать киллстрики, там, я не знаю, прикрываться за укрытиями. Короче, ну, игра может доставлять кайф, и это факт. Так или иначе, я считаю, что у игры есть потенциал, который может раскрыться. Но самый главный вопрос, раскроется ли он, чисто зависит от разработчиков, которые, как по мне, в первую очередь должны допилить игру до простой стабильной работы. Если они это сделают, то у батлы есть все шансы стать шутером, который многих завлечет на ближайшие полгода. Ибо количество ситуаций и ведение типов боя, по идее, самой батлы, она очень разнообразная и интересная. Ибо есть техники, возможности, большие карты, вертикальный геймплей и так далее. Из-за этого всего количество интересных ситуаций может быть реально большой, и от этого будет повышаться интерес к игре. Поэтому, что я рекомендую? Предзаказа в этом случае лучше все-таки не делать, ибо есть большие сомнения после сырой бета. Но извините здесь меня, тут нужно было показывать более хорошую версию. Ну вот, оформить подписочку EA Play или подписку Xbox Game Pass Ultimate, в которой уже включен EA Play, стоит. Ибо, скорее всего, на релизе нас ждет 10-часовая пробная версия. И тут у нас, в принципе, остается два варианта. Если игра будет нормально работать, то предзаказ. Если нет, то вот когда допилят, когда доведут ее до ума, то там по скидке или по подписке поиграем. На мой взгляд, это самый верный и рациональный исход событий. Я понимаю, что проект все-таки хочется поддержать в начале, ибо чтобы он там не завернулся, не свернулся и так далее. Но у меня, если честно, немножко заколебала тенденция, когда мы сначала платим за игры, а потом со временем мы получаем нормальную работающую игру. Тут я, знаете, наверное, больше предпочитаю платить по факту. В общем, я очень надеюсь, что все-таки Battlefield 2042 допилит. Она выйдет нормальной игрой, со стабильной работой, потому что это самое главное на данном этапе. И надеюсь, что в ноябре мы будем уже получать от нее удовольствие. Пацаны, если игра вдруг зайдет, ждите кучу сходок. Отвечаю. На этом все. Вот такие вот мысли у меня по поводу Battlefield 2042. Пишите обязательно свое мнение, если вдруг кто-то играл. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч.